Что Газпром будет делать с лишним газом? Далеко не все европейские потребители согласились на предложенную Путиным схему оплаты российского газа в рублях. Отечественные СМИ пока соревнуются в том, кто нарисует самую страшную картину европейского коллапса, который наступит без российского газа. Газпромовские функционеры, объявляя о прекращении поставок в очередную страну, неизменно заявляют, что уж без покупателей-то они не останутся. Однако отчетность самой компании дает немного иную картину. В первые пять месяцев года с января по май экспорт страны дальнего зарубежья рухнул более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В каком-то смысле Газпрому повезло с погодой. Май в этом году в России выдался холодным, поэтому потребление газа внутри страны выросло на 17 с небольшим процентов. И все-таки добычу пришлось сокращать. Она упала почти на 5 процентов. Доходы упали еще сильнее, ведь цены, по которым компания поставляет газ российским потребителям, в разы ниже экспортных. Можно не сомневаться, что по результатам первого полугодия и снижение экспорта, и падение добычи будут еще выше. Поскольку перекрывать вентиль тем, кто отказался оплачивать апрельские поставки по новой схеме, Газпром начал только во второй половине мая. Наращивать внутреннее потребление до бесконечности тоже невозможно. Да и мощности подземно-хранилищ на территории России тоже закончились. Снижение добычи и падение экспортной выручки скажется и на доходах компаний, и на российском бюджете. При этом у Газпрому появились новые масштабные инвестиционные планы. Построить вторую, более мощную ветку газопровода Силы Сибири в Китай. Можно не сомневаться, что под это компания выбьет себе новые многомиллиардные налоговые льготы. Остальных налогоплательщиков ждет повышение налогов. Надо же чем-то закрывать недополученные из Газпрома доходы бюджета.